Лесной богатырь-художник, царь леса. Так называли Иван Ивановича Шишкина современники. В своих картинах он воспевал величественную красоту природы России. Пожалуй, никто из художников-пейзажистов не относился к природе так, как Шишкин. Ему, как никому другому, удавалось передать красоту первозданного леса. Величественные вековые сосны, освещенные солнцем, высокое голубое небо, бескрайние лесные дали с извилистыми тропинками и свежей зеленой травой. Его полотна настолько реалистичны, что при взгляде на них мы словно слышим шум легкого ветерка, звуки лесных обитателей и журчания ручья. Он родился 190 лет назад, 25 января 1832 года в Елабуге в семье купца. Отец его был очень уважаемым в городе человеком. Он провел на свои средства деревянный водопровод, создал первую книгу об истории города, неоднократно избирался городским главой. И, конечно, он мечтал дать сыну хорошее образование, поэтому отправил 12-летнего мальчика в Казанскую гимназию. Но Иван не окончил гимназию, потому что искусство интересовало его куда больше. Матери очень не нравилась почкотня бумаги и отстраненность сына от домашних дел. Никогда еще в роду Шишкиных не было художника. Ивану приходилось рисовать тайком. С трудом он уговорил отца и в 1852 году поступил в Московское училище живописи и ваяния. В своих работах он мечтал приблизиться к природе, очень много рисовал пейзажи и виды. К концу обучения всем было понятно, что у художника выдающийся талант. В 1956 году по окончании училища он поступил в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге и через 4 года окончил ее с большой золотой медалью и отправился за границу. Его пейзаж, виды в окрестностях Дюссельдорфа, наполненный воздухом и светом, принес ему звание академика. Через 6 лет, вернувшись в Россию, Шишкин сблизился с художниками-передвижниками, которые к этому времени организовали артель, но сам он в артеле не состоял. К сожалению, личная жизнь художника не была счастливой. В 1868 году Шишкин женился на сестре друга Евгении Васильевой. Художник любил ее и родившихся в браке детей. Он даже не мог надолго уезжать от них. Он превратился в нежного отца, чуткого мужа и радушного хозяина, в доме которого постоянно были приятели. Очень близко он заружился с Иваном Крамским и Архипом Куиджи. Много ездил по России, создавая новые картины. Талант Шишкина в который раз отметила академия, возведя его в звание профессора за картину «Лесная глушь». Но после смерти сына и жены он замкнулся, стал пить. Характер его сильно испортился. Спасла только привычка к труду. Он очень много пишет, создавая свои шедевры. А в 80-х годах Шишкин женился на своей ученице, но, к сожалению, она скончалась буквально через год после свадьбы. Художник снова ушел с головой в работу, которая позволяла ему забыться. В эти годы было создано множество замечательных картин, и среди них «Любимое многими утро в сосновом лесу». Известно, что медвежат на этой картине нарисовал Константин Савицкий, друг художника. Они даже вместе подписали картину, но Третьяков велел убрать подпись Савицкого, потому что он покупал картину великого Шишкина. Потом почему-то пошел слух, что Шишкин не мог рисовать животных. Конечно, мог. Просто он, возможно, хотел дать своему другу возможность немного заработать, потому что на эскизах картины медвежата нарисованы самим Шишкиным. В 1994 году Иван Иванович начал преподавать в высшем художественном училище при Академии художеств. Ученики безмерно уважали Шишкина, несмотря на то, что он придерживался другой художественной системы. Кстати, среди его учеников был и Валентин Серов. В марте 1998 года Шишкина не стало, а он умер за Мольбертом, создавая очередную картину. Искренняя любовь к русской природе, бережные к ней отношения, тонкая наблюдательность и точное описание жизни леса делают шишкинские пейзажи неповторимыми.